Святейший Патриарх Московский и Всеруси Кирилл встретился в Москве с детьми военнослужащих Сирии и России, погибших при исполнении долга на территории Сирийской Арабской Республики. В их числе сын летчика Олега Пешкова и дочь артиллериста Марата Ахмедшина. Ученики из школы-интерната в Дамаске находятся в России по приглашению организации ветеранов «Боевое братство», рассказывает Эльвира Гордеева. В составе сирийской делегации 10 ребят в возрасте 12 и 14 лет. Вместе с детьми российских военных, погибших при исполнении боевых задач на территории Сирии, они отдыхали в Артеке. Принимали участие в Международной детской военно-исторической ассамблее «Вечный огонь-2018», организованной Фондом социальных и культурных инициатив Светланы Медведевой. 9 мая в шествие «Бессмертный полк», во время которого несли портреты своих погибших отцов. Посетили места, связанные с борьбой крымских партизан с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Начали изучать русский язык и русские песни. «Были дети сирийские, русские, дети погибших офицеров в Сирии, русских. Вот эта особенность была. Были дети Франции и Голландии, вот они общались. И вы знаете, дети очень помогли друг другу. Сирийские дети наши, наши сирийские. Подойти, раскрыться, отдохнуть. Дети просят уже приехать зимой, посмотреть на снег, посмотреть на Россию другую. Они очень любят Россию. Вы же знаете, естественно, школа большая, они все рассказывают друг другу о России и все мечтают попасть в Россию». Приветствуя собравшихся сирийских ребят и сопровождающих их взрослых, его святейшество подчеркнуло непростую судьбу этих сирот, потерявших своих близких, освобождавших некогда процветающую страну от террористов. «Вам в жизни прошлось пройти через очень тяжелые испытания. Погибли самые близкие для вас люди. И, конечно, эта рана, она на всю жизнь. Но она всю жизнь не должна болеть». Патриарх Кирилл отметил, что память о родителях-героях дети должны пронести через всю свою жизнь и рассказать об этом подвиге своим детям. «И вы должны помнить, почему погибли ваши родители». «Они защищали свою родину, свой народ, а наши замечательные военнослужащие, которые погибли, тоже защищали свою родину и свой народ». Предстоятель, пожелав детям душевного мира и благодатной памяти о своих родителях, вручил им памятные подарки. Ребята из Сирии ответили патриарху исполнением «катюши» на русском и арабском языках. «По словам учителя сирийских ребят, эта встреча со святейшим патриархом Кириллом для них стала еще одним незабываемым событием в жизни». «Дети очень рады встрече со святейшим патриархом Кириллом. Некоторые даже подошли ко мне и сказали, что почувствовали на душе удивительное спокойствие. Особенно понятными им были слова, которые сказал святейший о том, что нужно помнить и гордиться своими отцами-героями». Россия не в первый раз принимает сирийских детей, с 2011 года живущих в условиях войны. В 2017 году лагерь «Артек» посетили 44 сирийских школьника.